Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире еженедельная музыкальная программа «Канон» и я, ее ведущий, Александр Крузе. Сегодня в студии у нас много гостей, и встреча обещает быть интересной. Итак, вашему вниманию представляю солист венской оперы Владимир Винтеркинд, супружеская пара актера театра и кино Андрей Чубченко и Юлия Зыкова. Здравствуйте, очень приятно. Здравствуйте. Владимир Винтеркинд родился в 1982 году в Казахстане. В 2009 году окончил Берлинскую консерваторию по классу сольного пения и педагогики. В 2010-м Владимир создал Европейский вокальный центр в Праге. С 2015 года является приглашенным солистом венской фолькс-оперы. Андрей Чубченко. Актер театра и кино. Заслуженный артист России. Родился в 1967 году в Оренбурге. В 1992 окончил театральное училище имени Щепкина. После окончания училища стал актером МХАТ имени Горького. В кино дебютировал в 1997 году. В настоящее время служит в Государственном академическом малом театре и снимается в художественных фильмах и телесериалах. Женат на актрисе малого театра заслуженной артистки России Юлии Зыковой. В супруге воспитывают двух дочерей. Сегодня Владимир Винтеркинд, Андрей Чубченко и Юлия Зыкова гости программы «Канон». Ну, про ваше трио можно смело сказать, что музыка нас связала. На почве музыки вы встретились. Как родился ваш проект? И расскажите, что за проект? Я скажу пару слов, да. Мы с моим другом, народным артистом России Ренатом Ибрагимовым, создали такой интернациональный клуб под названием «Москвичи». Этот клуб включает в себя работу и с западными коллективами, и с нашими известными артистами. Вот, и я очень рад, что наши ребята, замечательные артисты, согласились с нами сотрудничать, согласились выступать с нами в концертах. Вот, так что я очень рад этому. А где клуб находится? Клуб находится в Москве и в Вене. А, это даже такая сеть? То есть наш филиал будет в Вене, да, конечно. Отлично. Андрей, Юрий, ну вам, наверное, в отличие от Владимира, непривычно петь? Я пел с детства. С детства пели? С детства пел, но не играл ни на одних музыкальных инструментах, а петь я всегда любил. Только вот в кадре у нас рояль в кустах стоит. Как не играли? Гитара-то видно. Я говорю, я с детства не занимался, не играл вообще никакого. У меня нет образования. Я совершенно как самоучка на гитаре учился и петь учился самостоятельно. В армии, помню, закрывался в специальных помещениях, где хорошая акустика и громко пел. Сначала в институте тоже разбегались от меня, но потом вроде просить стали. Привыкли. Да, и мы хотим поблагодарить и Володю, и Рената Исламовича за это приглашение. Это как раз для нас была такой неожиданностью. Мы приехали на встречу, и так долго мы сидели и общались, и разговаривали. Соблюдая масочно-перчаточный режим, мы разговаривали, и вообще это было какое-то ощущение такой радости. Был солнечный день, и мы вышли из этого помещения с Андреем. Мы еще очень долго-долго обсуждали, мы благодарны, потому что, конечно, в какой-то момент актерам, которые выходят на сцену, им, в общем-то, мало только каких-то драматических произведений, и хочется петь. Поэтому, раз есть такая возможность, мы благодарны и рады, и надеемся, что, конечно же, снимут этот карантин, и будет возможность увидеться со зрителями не только в театре, но и вот на площадках нашего клуба «Москвичи». Ну, сегодня у нас есть уникальная возможность уже проанонсировать ваше творчество. Можете нам что-нибудь исполнить? Спасибо. Когда под утро сонные огни, устало догорают в пол накала, И снится сон, что мы с тобой одни, и нам планеты мало для любви. И времени отпущенного мало. Но вот беда, что это только сон. Настанет утро, и растает он. Настанет утро, и растает он. Я пытаюсь время протянуть, Украсть всю ночь и лишнюю минуту, Закрыть глаза, забыться и уснуть. Но этот сон мне заново вернуть Не позволяет время. Не позволяет время почему-то. Настанет утро, и растает он. А вся беда, что это только сон, Настанет утро, и растает он. Настанет утро, и растает он. Я без тебя, корабль без парусов, Какое плавание такому кораблю. Я был бы рад услышать разных слов Взамен десятков разных сладких снов И вновь сказать, что я тебя люблю. Я так хочу, чтоб это был не сон, И чтоб от утра не растаяло он, И чтоб от утра не растаяло он. Я так хочу, чтоб это был не сон, И чтоб от утра не растаяло он. И чтоб от утра не растаяло он. И чтоб от утра не растаяло он. Дорогие телезрители, напоминаю вам, что сегодня у нас в гостях заслуженные артисты Юлия Зыкова и Андрей Чупченко И солист венской оперы Владимир Винтеркинд. Мне всегда очень нравится актерское пение, потому что актеры все-таки не в обиду певцам, но все-таки они как-то по-другому чувствуют музыку. Они понимают смысл более глубже. Это очень уникальная возможность. Уникальная возможность будет у зрителей прийти в клуб «Москвич» послушать вас. Умение работать профессионально на сцене с драматическим материалом, оно как бы обогащает. Если у актера есть возможность и есть голос, то, конечно, есть определенное обогащение. Актерское пение, оно, наверное, может быть, отличается. Но я считаю, что среди певцов есть много прекрасных актеров. Поэтому здесь совмещение не может быть по-другому. Певец, он прежде всего актер на сцене. Он рассказывает историю, он своими нервами, своим голосом тратится. Владимир, я знаю, что у вас вышел новый музыкальный цикл. Да, этот цикл я написал музыку на стихи Протерея Артемия Владимирова, Андрея Логвинова. Это 15 произведений, такой вокальный настоящий цикл получился. Также я написал музыку на стихи батюшки Артемия Владимирова. Это гогольские персонажи. Это и Собакевич, это и Манилов, это и Старосветская чета. Это тоже такие юмористические зарисовки. Вот и... Из этого можно мюзикл сделать? Вот в клубе москвичи мы, да, может быть, попытаемся это сделать все вместе, конечно, нашими усилиями. А также, ну, поскольку у нас в этом году такое знаковое событие, это открытие храма вооруженных сил. Вот я также написал песню «Богородица сходит с небес». Такая патриотическо-православная песня. Поскольку мне эта тема очень близка, тоже я сотрудничаю с Минобороны России и с оркестром Минобороны, поэтому патриотизм, конечно, мне очень близок. Я предлагаю прямо сейчас послушать эту песню. С удовольствием. Дорогие телезрители, песня «Богородица» в исполнении Владимира Винтеркинда. Благословил Господь и место, и людей построить храм по милости своей. И вырос храм в столице дорогой, со звоном колокольным над Москвой. Стоит под солнцем Родины моей храм памяти отцов и матерей, храм боевых вооруженных сил страны, которые Отечество Российское спасли. Цвет стен твоих, как разноцветие трав, солдатских гимнастерок, рек, полей, дубрав. И кровь, и черная земля, и рыжих танков цвет, и карие глаза, и розовый рассвет. Господь, нет в мире краше храма Твоего. Хочу молить, просить я Бога Своего хранить страну, хранить народ, чтоб к вере Он пришел, и чтоб сиял над миром всем двуглавый наш орел. Храм боевых вооруженных сил страны, которые Отечество Российское спасли. Ведь в храме Бога нашего заложена природа. Храм – символ памяти и подвига народа. Когда тьмой покрывается лес, загорается облако света, Богородица сходит с небес на забытое кладбище это. Нет на нем ни крестов, ни могил, нет и церкви здесь бывшей когда-то, и народ наш давно позабыл, что лежат здесь царевы солдаты. Не о них она молится тут, Вместо нас, обходя это поле, В дневном свете их души живут. Не лишенные Богом их доли, Может быть, не забыли они, Православные эти крестьяне, Как Россия в москальные дни Возрождалась в небесном сиянье. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Божий мир улыбался солдатам, Как Христосовался Государь. Клик-улик с каждым воином-братом, А потом, словно ядерный взрыв, Осветил и обжег наши души, Кровью царскую их обогрев. В них и веру, и память разрушив, Матерь Божья в таинственный час, Проходя над нагилами павших, Молит Господа Бога нас, Все забывших, разбивших, предавших. Нет, она не покинула нас, И о том она молится Богу, Что огонь тот, что ныне погас, Возгорелся опять понемногу, Чтоб огонь тот, что ныне погас, Возгорелся опять понемногу. Андрей, Юля, в творческой среде Достаточно редко можно встретить пары, Которые вместе много лет. Насколько мне известно, Вы уже почти 30 лет вместе? Больше. Больше? Да. Больше мы со студенческих лет вместе. Ну так получилось, Мы закончили вместе, Мы были однокурсниками, Закончили театральный институт Ильмени Щепкина, Нас сразу же взяли в театр Хат имени Горького Татьяны Васильевны Дорониной, И много-много-много лет, 27 лет мы работали в этом театре. Сейчас Вы уже служите? Да, сейчас нас пригласили в прошлом году, В сентябре нас пригласил Малый театр, И мы перешли в Малый театр, Мы очень благодарны за это приглашение, Мы уже сыграли Да, премьеру Да, премьеру, Варвары Горького Это вот сыграли в феврале, Но, к сожалению, Потом начался вот этот процесс с коронавирусом И сыграли Пока приостановили Всего два спектакля или три А вот несмотря на все искушения, Как все-таки Вам удалось сохранить брак? Да, я свою сторону расскажу Свою сторону расскажешь Как ей удалось, а я расскажу Понимаете, актерская семья, Как Вы понимаете, Это очень семья такая импульсивная, Особенно если это однокурсники Поначалу ты проверяешь вообще на прочность Свой собственный темперамент, Темперамент товарища И, конечно, мы были очень, значит, Мы пытались взорваться Потом, когда пришли в один театр, Какие-то роли Там у Андрея, у меня Слава Богу, мы тоже были Как бы не обижены ролями И мы играли сразу много И, в общем, достаточно Мы были не воцерковлены Люди совершенно Ну, то есть для меня было ощущение, Что в храм должны ходить люди святые Ну, то есть я могу зайти на порог, Ну, я не имею права Я не имею права Потому что я такой профессией занимаюсь И потому что просто как бы Мне казалось, что там Должны быть просто святые И в девяносто девятом году Меня вместе со старшей дочерью Сбила машина И это было совершенно удивительно Потому что мы стояли На пешеходном переходе Ну, просто я поняла, что Когда машина едет Это было половина шестого утра Въезжает в меня Я подумала, что, наверное, Я никуда не побегу И как каскадер Я почему-то подпрыгнула Но я понимаю, что это чудо Я подпрыгнула на капот И пролетела 10 метров То есть максимум Что у нас было Какое-то там сотрясение мозга Но единственное, что я поняла, что Знаете, как в мультфильме У меня было ощущение, что все дома У них рты и глаза И они так кричат И я поняла, что надо идти в храм Не знаю почему Андрей пошел сразу Я первый Первый Купил крестик Мне казалось, что Меня нельзя пускать Потому что я такая Уж такая И вторым было чудом На святителя Николая Нам позволено Это был храм Иоанна Богослова Как раз напротив театра Мы отыграли спектакль И батюшка нам разрешил Идти исповедоваться Уже после спектакля Мы вдвоем были в храме И я когда подошла Первый раз на исповедь Конечно, ты ничего не понимаешь По крайней мере В моей ситуации было Сколько бы ты не прочитал Ты все равно ничего не понимаешь И вдруг я поняла, что я не могу открыть рта Я не могу разомкнуть И я слышу какой-то детский голос Кто-то говорит И я понимаю, что это я говорю Ну что-то я там, наверное, вот сказала Спустя какое-то время Нам театр выделил квартиру Мы переехали в свою квартиру И стали искать храм Куда бы ходить Потому что мы были новоначальные И даже когда Кого-то приглашали в хор Мы думали, что это же для святых Это же для нас Ну то есть вообще никак Потому что это же Ну как? Ну кто может петь? Мой поющий актер Ну кто может петь? Я подпевал только Это же, ну как? Ты же не можешь, не имеешь права И мы в один храм пришли Во второй И никак не нашли Вот ну куда Вот как-то вот не то А в начале Ты всегда очень Трепетно относишься Потому что вот как дверь закрыли Как за завесу Значит отодвинули Какие люди Как тебе сказали Это все очень Так как вот на ощупь Ты ищешь на ощупь И если Ну вы еще молодой человек Но если кто-то помнит Когда-то стояли в бутербродах Люди с кружкой Собирали на храм Везде около метро Было позволено И вот был такой Николай Петрович Который Стоял в переходе Между Чеховской И Тверской И Пушкинской Многие его знают И многие его знают Да Сначала Андрей с ним познакомился Потом значит И я тоже познакомился И вот каждый раз Когда мы идем на репетицию На спектакль Человек стоит и говорит Приходите к нам в храм Приходите вот туда И мы стали ходить Через другое метро Потому что ну неудобно Каждый раз идешь И не приходишь Мы же решили Ну давай сходим И вот этот храм Святителя Николая Заяцком Мы пришли туда первый раз На Раушской набережной И это было потрясение Потому что это был белый храм С деревянным полом Только-только восстанавливался Идеальное пение Потому что это были консерваторские Мы называли их наши мальчики Когда ты понимаешь каждое слово Когда просто вот первое Что меня потрясло Это всякое дыхание Да хвалит Господа Потому что я вдруг поняла Что всякое мое дыхание Должно хвалить Господа И всякое дыхание Которое вокруг меня Трава, птицы И они все хвалят А я не участвую И вот наверное Вот это к вопросу О том как удалось сохранить Потом конечно были искушения Потом мы и повенчались В театре Но когда ты обретаешь веру А вера это дар Ты как бы ты не хотел сам Ничего не произойдет Только ну какие-то старания Господь тебе Такой подарок Да вот тебе дает Такой подарок Но когда ты обретаешь веру Ты понимаешь Что существует вертикаль И всю свою жизнь Ты строишь Вот в эту вертикаль Есть Бог И есть твоя жизнь И конечно было сложно Конечно мы же А тем более в этой профессии Да мы С одной стороны боремся Со страстями А с другой стороны Мы их пытаемся На сцене Где-то вот Ну как сохранить Да найти И сохранить Прошу прощения за много глаголов Это удивительно Такая тема Которая Удивительно откровененна Спасибо вам Близко простите Андрей Андрей А ваша точка зрения Ну Моя точка зрения Это Это Я считаю Еще может быть Получше есть Половина Или еще где-то Получше есть На самом деле Нет Надо сделать Себе смелость Такую внутреннюю дать Что Надо человека Чтобы Чтобы Он был один На всю жизнь У меня Папа с мамой Тоже актеры Они всю жизнь Прожили вместе И были споры И проблемы Но они терпели Были вместе Все мы любили друг друга Любовь и терпение И Все-таки Надо уметь Прощать какие-то вещи И Снисходительным Где-то быть к слабостям Своим партнером Ну Я считаю Что здесь Обоюдное движение Должно быть Конечно невозможно Двигаться Одному кому-то Только Для сохранения Не бывает просто так Не бывает просто Что люди живут вместе У них все хорошо И никаких проблем не существует Конечно существует Но Конечно вера И храм Безусловно Это те вещи И Я даже когда Такой ответственности Не чувствовал Когда в ЗАГС подавал документы Я больше чувствовал Ответственность Когда ему венчались Вот у меня Тут уже казалось Но здесь я уже точно Точку ставлю Что у меня уже Обратного пути Уже нет А все равно Где-то внутри Все равно сидит А вдруг Какое-нибудь чувство К кому-то Никто же не застрахован От этих вещей Но я считаю Что Когда такие вещи Появляются Как искушение И с этим бороться Как Ну с неким Наваждением Или с чем-то Если такое чувство Может возникнуть Или что-то еще Мне кажется что так Большое вам спасибо За этот откровенный разговор Я предлагаю Нашу беседу продолжить Ровно через неделю Дорогие телезрители Оставайтесь с нами На телеканале Союз До встречи До встречи До встречи Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры